В администрации Лобинского городского поселения прошли отчётные конференции советов микрорайонов. О проделанной работе за 2021 год доложил председатель первого микрорайона Василий Аркушенко. Он отметил, в этом году много сил приложено для наведения санитарного порядка на общественных территориях, и это дало свои плоды. Садоводческие товарищества стали намного ухоженнее, но помимо этого сделано немало работы и в других направлениях. В нашем микрорайоне была проблема – отсутствие спортивно-игровой площадки. Молодёжный центр «Портал» совместно с общественниками микрорайона-1 принял решение устранить её. Так и родилась идея социально значимого проекта. Проект «А у нас во дворе» был поддержан фондом президентских грантов. В рамках проекта были приобретены спортивные тренажёры, воркаут и игровые конструкции для самых маленьких. Силами жителей микрорайона и волонтёров при поддержке администрации города и молодёжного центра «Портал» проведены субботники. Так у местных жителей появилось полноценное место для отдыха и занятий спортом. Можно заниматься, отдыхать. Естественно, санитарное всё, мусор, остальное сейчас даже сами жители стараются убирать, ухаживать, не ломать. Также бы хотелось, чтобы, конечно, и у нас появилась площадка на СТ-индустрии, так как я сама многодетная мать. Мне хочется, чтобы я со своими детьми, я имею в виду СТ-индустрии, проводила много времени, также воспитывала новых ТОСовцев. Хочу очень, чтобы молодёжь принимала также участие, как сейчас. У нас сплочённый наш микрорайон, очень сплочённый, где, конечно, наши жители очень сильно помогают и стараются. И мы хотим, чтобы у нас тоже была площадка. Ещё бы я хотела добавить, да, санитарные условия, конечно, у нас сейчас изменились в лучшую сторону, так как мы с жителями стараемся каждую субботу убирать нашу территорию. Городская администрация во всём поддерживает активистов. Уже намечены планы по созданию новых спортивно-игровых площадок. Эта площадка действительно была очень востребована именно там. И понимаем, что именно на дачах они ещё нужны и нужны. И поэтому мы с командой портала уже об этом разговаривали. Во-первых, та площадка, которая сегодня уже благоустроена, на ней будет работать у вас тренер постоянно летом, в течение будущего лета, будущих периодов, так мы договорились. Теперь вопрос. Вы, пожалуйста, просмотрите места, где бы можно было разместить. Наши специалисты посмотрят, можно ли действительно эти земельные участки рассматривать как площадки для благоустройства. Глава города Сергей Шеремет отметил, для более продуктивной работы в актив микрорайона нужно привлекать больше молодёжи. Надо поактивнее, особенно молодёжь подключать. Они креативные, они где-то находят такие вещи, которые мы, допустим, даже не понимаем, что это надо было сделать. Как говорят, они изюминки какие-то. Мы видим, что надо дорогу там, грубо отремонтировать, площадку. Они где-то добавят туда минимально, и уже по-другому всё это выглядит. И, конечно, надо максимально пытаться с помощью портала, нас, участвовать в грантах. Конечно, однозначно удовлетворительно, Сергей Ильич, вам, вашей команде. Ну вот, работу надо шибко провести. Большую работу в этом году провели депутаты трёхмандатного избирательного округа номер один. Отчитался Сергей Норельянц. В этом году сделан упор именно на индивидуальную работу. Когда люди обращаются, конкретно кто-то, я всегда стараюсь помочь. Мы неоднократно ездили, я возил больных в Краснодар по их просьбе и обратно. Это надо было на приём врачей. Главная работа, конечно, депутата – это его работа на сессии. Мне достался самый лучший микрорайон в городе. Самый лучший, самые активные люди. Работа депутатов также была признана удовлетворительной. Я предлагаю вам признать работу депутатов Слащева и Норельянца удовлетворительной за 2021 год. Сегодня мы послушали главу, сегодня мы послушали председателя микрорайона, услышали пожелания о новых площадках, о новых благоустройствах, малых парковых формах. Вот это и будет план работы нашим депутатам на следующий год. Поэтому прошу признать работу депутатов удовлетворительной. Сплочённость, конструктивная работа общественников с жителями даёт хороший результат. Необходимо повышать уровень общения и информирование населения о происходящих делах в микрорайоне, отметила заместитель главы Лобинского городского поселения Юлия Демидова. От себя, как от заместителя главы, который курирует направление взаимодействия именно с ТОСами, взаимодействия с молодёжью, с жителями, по поводу площадок я вам уже сказала, то есть то, что сегодня дают возможность грантовые конкурсы, мы будем максимально стараться использовать и помогать вам в этом участвовать в обязательном порядке. У меня есть большое пожелание всё же к активу микрорайона. Всё-таки микрорайон – это не только дачи отдалённые, не только прохладные. Это и часть города, потому что всё, что находится вокруг избирательного участка 2901, который расположен в 7-й школе, это тоже территория 1-го микрорайона. И у меня просьба к Василию Григорьевичу и к вам проводить как можно больше уличных собраний, даже не сходов, а именно собраний по улицам. В завершении отчётной конференции председатель ТОС 1-го микрорайона Василий Аркушенко поблагодарил всех за помощь и поддержку. За совместную работу, за помощь в работе микрорайона, на ведение санитарного порядка. И любая помощь, которая от вас исходит – это благодарность. Спасибо вам. Прошу, пожалуйста, в дальнейшем давайте дружно работать, помогать друг другу в общих наших делах. Спасибо вам всем.